Свидетели Черопчинского переселения. Автор Шестаков Миша. Шестой класс. Среднеобразовательная школа номер 26. Актуальность. Изучение фактов участия детей во время войны. Это надо свято чтить и помнить, потому что это не только горе одного человека, это горе целого народа. Цель. Расширить свои знания о тех трагических событиях войны, о подвигах детей, осмыслить и помнить, изучить и помнить об истории Черопчинского переселения и его роли в моей семье. Свидетелем выживала моя прабабушка Екатерина Михайлова. В 1939-1942 годы Якутия, особенно группы Центральной Хевельской, постигла страшная засуха. Черопчинцы оказались нежданными гостями. В результате с 1942 по 1944 год из 2450-й прибывших черопчинцев, 1184 навечно остались на Кобярском земле. Майоргнова маленькая переселенка из Черопчинского района колхоза «Коммунизм». Читая дневник Майи, понимаешь, как нелегко и тягостно дается разлуку от родного края. Но все для победы и для фронта. Им ничего не жалко. До свидания, родная черопча. Мы едем ловить рыбы для фронта и для победы. Пишут Майя, догадываясь, какая тяжелая уча ждет ее и ее семью. Здесь мы видим детское любопытство и восторженность. Моя прабабушка Михайлова Екатерина Петровна тоже учащая насильственного переселения в северные районы. Прабабушка мало рассказывала об этих страшных годах. После войны она вышла замуж за моего прадедушку и переехала в Мигину, Конголайский район. Монументы в памяти о переселении черопчинцев в Жиганском районе также установлен памятник Мемориал Мать и Детях. Дети войны – эти дети, которым было всего 5-6 лет. Когда началась война, но эти люди выстояли, строили наше будущее. Они не плакали, они не жаловались на трудности. Кто-то из них даже сказал, что все слезы остались в детстве. Наш музей стал центром гражданского и патриотического воспитания, учащихся через живое общение с ветеранами тыла и детьми войны. Это проекты музея «Пик Красный следопыт» – пионерский отряд имени Вали Котика, где я являюсь командиром отряда. Проведя анкетирование, выяснил, что мои одноклассники знают о войне недостаточно хорошо. Я считаю, что современным школьникам нужно больше читать о Великой учрежденной войне, о подвигах пионеров-героев, посещать музеи, смотреть кинофильмы и никогда не забывать о том, какой ценой завоевана победа. Заключение. По ходу исследований я пришел к таким выводам. Изучение уровня о сведомленности, о подвигах юных героев войны, о тех трагических событиях во Великой Отечественной войне, которая затронула далекую Якутию. Подвиги пионеров-героев-мальчиков и девочек разбивают чувство патриотизма, воспитывают гордость за своих сверстников в годы войны и любовь к родине и своему народу. Спасибо за внимание.